Парфюмер 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 Нишевые ароматы появившиеся 80-е годы обрели настоящую популярность только в двухтысячных. Но, тем не менее, сегодня они занимают лишь малую часть парфюмерного рынка. В целом, если взять весь рынок, то процентов, наверное, 85 – это будут люксовые духи, то есть те духи, которые мы можем найти в «Золотом яблоке», в «Ликоши», в «Эльдебате», вот в этих вот магазинах, которые относятся к большим маркам, как «Диор», «Писавлоран», «Живанши». Дальше около, я думаю, 10%, может быть, чуть меньше. В России это категория меньше, нежели в других странах – это масс-маркет духи, которые продаются уже в больших гипермаркетах, типа «Ашана», «Магнита», и которые стоят дешево и не претендуют на какую-то идею. Обычно их простая упаковка, они посвящены какому-то герою и непритязательный аромат. «Диор» имеется, существует и широко используется среди подростков, очень часто мужчин, либо тех, кому все равно. И маленькая категория 5-7% – как раз те самые необычные, нишевые, либо селективные духи, которые имеют очень ограниченную дистрибьюцию. То есть их нельзя найти в любых магазинах, они в определенных концерт-сторах, каких-то очень нишевых, маленьких, люксовых магазинах, и они выпускаются в маленьком количестве. Поэтому, покупая такие духи, заведомо ты уверен, что ими не будет пахнуть весь Челябинск. Как правило, парфюмер знает и помнит в разы больше ароматов, чем обыватель. И, конечно, в его картотеке всегда есть духи, заслуживающие отдельного внимания. Это духи «Эрмес», которые делает Жан-Клод Лина. Это мой любимый парфюмер. У него есть две коллекции, которые продаются во всех магазинах, и есть у него коллекция, которая продается только в бутиках «Эрмес», в которой реализованы очень интересные и креативные идеи в небольших количествах. То есть та самая ниша. Потом дальше я бы отрекомендовала Фредерик Маль. Это человек, который называет себя парфюмерный издатель, который объединил под своей маркой много талантливых парфюмеров, которые делали духи не по брифу, не по заданию, а те, которые нравятся им самим, без ограничения в цене. Поэтому там можно найти очень креативные работы. И современная последняя коллекция, она появилась не так давно, несколько лет назад. Называется «Биль». Это немецкая аналог Фредерика Маля. Это коллекция духов в очень простых флаконах, не дешевых, но очень интересных, именно с точки зрения аромата, куда входят работы Геза Шона, того самого человека, который сделал эсцентрик-молекюль номер два, и других парфюмеров. То есть вот эти вот однозначно две коллекции, если вы где-то их найдете, они достойны того, что будет в этом времени. Парфюмерное дело, хоть тесно и связано с фэшн-индустрией, все равно это отдельная планета со своими традициями, тенденциями и законами совместимости. Те, кто однажды всерьез увлекся парфюмерией, как правило, сохраняют эту привязанность в течение всей своей жизни.